Привет, друзья! С вами снова Илья Пономаренко, и я продолжаю снимать видео по книжному бизнесу на Амазоне в Германии. Если вам нравится материал, который я выдаю на своем канале, то не забывайте на него подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать дальше новые и интересные от меня видео. В этом видео хочу рассказать о трех простых способах быстрого увеличения продаж своих книг на Амазоне в Германии. Тем, кто уже, может быть, запустил свой книжный бизнес, это будет интересно для тех, кто пробует или для новичков. Также будет интересно для тех, кто просто думает, пока запускать или не запускать книжный бизнес. Ну, просто, может быть, будет интересная информация. На самом деле здесь нет никакой магии. Я много тестировал в разных способах на себе. Некоторые сработали, некоторые нет. И вот самые классные штуки, которые у меня сработали, я хочу сейчас поделиться с вами в этом видео. Итак, первый способ быстрого моментального увеличения дохода от книг на Амазоне, от продажи своих книг в книжном бизнесе на Амазоне, это простое, банальное поднятие цен за книги. И поверьте, моему опыту я пробовал разные способы. Я это долго тестировал. И результат моих тестов показал, что неважно, книжка продается там за 10.95, 9.95 или за 14.95. Я сейчас говорю про печатную книжку. Люди все равно ее покупают. Важно просто, чтобы книга сама по себе была действительно качественная, чтобы информация, содержащаяся в ней, была ценная и полезная, чтобы это не был какой-то шлак и мусор. И количество страниц, чтобы было соответствующее. То есть, если хотим продавать книжку за 14.95 евро, то, соответственно, книга должна иметь больше 120-130 страниц. Это как минимум. Простой, банальный способ. Не сразу, как ни странно, я к нему пришел, но, тем не менее, я попробовал, протестировал и отлично сработало. То есть, простое, банальное увеличение цены за книгу. Второй способ быстрого увеличения продаж своих книг на Амазоне, это доработка названия книги, продающего названия книги и доработка описания книги на Амазоне. То есть, все мы знаем, когда заходим на товар какой-нибудь на Амазоне, кликаем, у каждого товара есть свое описание. И вот от того, насколько это описание вкусное, насколько оно действительно резонирует у целевой аудитории, то есть, насколько оно цепляет и прямо вот давит на болевые точки, насколько оно заставляет купить человека, помогает, точнее, да, заставляет неправильно, выражение «помогает совершить человеку решение купить вашу книгу», вот от этого зависит количество, также зависит количество продаж вашей книги. Если описание скучное, неинтересное, если оно какое-то абстрактное, если оно какое-то общее, если оно неконкретное, то человек, несмотря на обложку книги, несмотря на название книги, несмотря на цену книги даже, он ее просто не будет покупать, потому что у него не резонируется внутри него, да, внутри его души, что да, это вот именно то, что мне нужно, нет этого. И вот этот вот спусковой крючок нужно именно, чтобы вот человека так бам, у него как, знаете, такая эврика, о, точно, это то, что мне нужно, это то, что я искал, это про меня. И вот этот вот эффект достигается как раз именно вот вкусным, правильно составленным описанием, продающим описанием книги и также названием самой книги. Название книги самой, как работает, человек, когда ищет на Амазоне книжки, да, какую он хочет книжку купить, он вбивает тему. И первое, на что он обращает внимание, это обложка. И это третье, кстати, третий способ, это улучшить обложку. То есть сделать просто-напросто другую классную обложку, которая будет еще больше, которая еще больше будет привлекать внимание, которая еще больше будет резонировать у целевой аудитории, которая еще больше будет привлекать потенциальных клиентов, да, вашу целевую аудиторию. Это третий, кстати, был способ Так вот, как это работает вообще все это в концепте, в миксе Человек вбивает на Амазоне в поисковой строке какую-то проблему Он хочет решить свою проблему Он вбивает, например, хочу похудеть Ищвель обним, или обнимен ферон фенгер Дальше Амазон выдает ему кучу разных книг Что делает человек? Он сканирует первую страницу, первые две, может быть В идеале, может быть, еще первые три страницы И он сканирует ее по обложкам Первое, что он делает, он сканирует по обложкам Обложки, которые зацепили, он читает название Уже более вдумчиво Если название книги зацепило Он дальше кликает на это название, на эту книжку Открывает и читает, о чем эта книга И вот если вы в три таких шага И потом, кстати, когда обложка зацепила, название зацепило Описание книжки зацепило Дальше ценовой вопрос, в принципе, не стоит Я уже говорил, я тестировал это, и неважно, у меня получилось, что книжка стоила у меня 8.95, 9.95, 10.95, 14.95, и во всех этих вариантах люди покупали книгу. Причем, кстати, за 14.95, когда я поднял книгу до этой цены, как ни странно, начали покупать еще больше. Так вот, ценовой вопрос тогда уже не стоит. Если сработали вот эти три вещи, обложка зацепила, название зацепило, описание книги зацепило, тогда у человека не стоит вопрос, покупать или нет. Тогда у человека вопрос стоит, как быстро эта книжка окажется в его руках. Вот, собственно говоря, и все. Три простых шага, три простых способа быстрого моментального увеличения продаж ваших книг. Ну и такой четвертый, накину бонусом еще. Все книги на Амазоне можно дорабатывать. То есть даже если ты выпустил книжку какую-то, и потом через какое-то время, может быть, информация стала не совсем актуальной, или же ты узнал еще что-то новое, или же ты хочешь просто добить туда еще больше классной, полезной цены информации, засунуть. Все это можно постоянно делать без проблем. То есть можно обновлять свои книжки, и ты не теряешь свои позиции на Амазоне. То есть если книга достигла у тебя первых позиций, то они не потеряются, если ты обновишь материал в книге. И вот еще один такой способ, да, это добавить больше ценностей в книжку, добавить больше вот прям материала, чтобы вот прям сносило башню, да, чтобы человек купил эту книгу, получил просто несоизмеримую ценность от этого материала, из этой книги. И чтобы он подумал, что вот те деньги, которые он заплатил за эту книжку, были на самом деле, ну, просто смешными по сравнению с ценностью, которую несет эта книжка. И вот такой, как бы, бонусный, да, способ – это доработать книгу, сделать еще более круче, еще более ценнее, еще более полезнее ее, может быть, чуть толще даже, и потом применить все те способы, о которых я рассказывал в этом видео. И тогда, будьте в счастье, повысишь продажи быстро, моментально, без особых каких-то затрат на маркетинг дополнительный, и все у тебя будет хорошо. Поэтому, если это видео было интересно и полезно, то не забывай ставить лайки, делиться этим видео со своими друзьями. Подпишись обязательно также на мой канал, если не хочешь пропускать дальше новые полезные, ценные и интересные от меня видео. А для тех, кто хочет попробовать запустить сам книжный бизнес на Амазоне в Германии, кому понравилась эта идея, кому понравилась эта топовая, на мой взгляд, бизнес, идея создания своего книжного бизнеса, причем на дому в Германии, да, не книжного бизнеса, начиная, просто создание бизнеса, да, это один из самых простых способов начать сегодня бизнес в Германии с нуля практически, и без больших каких-то там затрат финансовых, вот если сравнивать, например, с оффлайн бизнесом, да, то вот книжный бизнес это идеально, подходит супер просто для новичков, и результаты, денежные результаты, то есть деньги идут буквально сразу после того, как ты ставишь книжку на продажу на Амазон. Так вот, для тех, кто хочет это попробовать, у меня есть офигенная программа, обучающая программа, книжный бизнес на Амазоне в Германии за 90 дней. За 90 дней мы с вами вместе, я возьму вас за руку, проведу от точки А в точку Б, мы запустим вместе с вами книжный бизнес на Амазоне в Германии, и по окончанию обучения у вас будет в результате работающий книжный бизнес, прибыльный, который будет приносить деньги. Я вас научу водить машину, по сути, дам вам систему, и дальше вы можете ее применять сами каждый месяц, каждый год, выпускать новые-новые-новые прибыльные книги и создавать, увеличивать, расширять свой пассивный источник дохода через книжный бизнес на Амазоне в Германии. Кому интересно попробовать, вся информация находится по ссылочке в описании под этим видео про обучение. Также предлагаю бесплатные стратегические консультации по созданию пассивного дохода в Германии через интернет. Кому это актуально и интересно, и кто реально хочет создать свой пассивный доход в Германии через интернет, а не просто поболтать по телефону, проинформироваться, то, пожалуйста, кликайте по ссылочке также под этим видео. Вся информация о условиях проведения бесплатной консультации также найдете на сайте по ссылочке, если кликните на эту ссылочку. Вот. И для тех, кто просто не хочет общаться со мной вживую, боится там или что-то еще, для тех, кто просто хочет проинформироваться, какие способы, варианты есть, реально работающие варианты, как вообще умножать деньги пассивно, я написал для таких людей книгу под названием «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Эту книжку можно приобрести также, нажав на ссылочку в описании под этим видео. В книжке я описал 4 конкретных способа, как я себе создал, успешно создал пассивные источники дохода. Как ты их можешь создать? Все пошагово объяснено, разжевано. Дальше, когда потекли денежки, их можно реинвестировать и заставить работать на себя, то есть они сами себя будут умножать. Как это делать? Два конкретных способа я также описал в своей книге «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Так вот, если тебе вся эта информация интересна, если ты хочешь сам все это внедрить, попробовать, то, пожалуйста, кликай на ссылочку под этим видео, там ты найдешь всю дальнейшую информацию про книжку, отзывы, все там есть, люди говорят реальные вещи, то есть это не купленные, не проплаченные отзывы, все честно, я не обманываю людей, мне это просто невыгодно. На этом все. Если было все полезно и интересно, как я уже говорил, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, ну и увидимся с вами в следующем видео. Пока! Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк, поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет? Или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет, подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно. Вкладывает в голову правильные мысли насчёт дохода, насчёт того, что действительно нужно шевелиться. И как это сделать так, что один раз напряжёшься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с неё получаешь денюжку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. «Я написала ему ещё и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал, даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз, и потом вам идёт пассивный заработок на ваш счёт в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз создал, и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела, наверное, резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете, как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильёй. Реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт iliaponomarenko.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока. Продолжение следует...